Доброе утро! Да, он имеет большую историю, начиная с 2004 года. И, можно сказать, показатели растут. Да, можно. Участников, правда, год от года становится больше? Больше и больше. Порядка 80 семей, 800 семей поучаствовали, начиная с 2004 года. И 250 семей стали победителями по тем или иным номинациям и победителем семьей года Югры. А можно участвовать повторно? Нет. Повторно участвовать... Только разово? Да. Каждая семья должна иметь возможность поучаствовать в этом. Ну, мы согласны. Такое количество участников и заявок должно год от года увеличиваться. Сколько на данный момент номинаций в этом конкурсе? В этом году пять номинаций. Мы подходим каждый раз, добавляя номинации. Начиналось с трех номинаций. И уже в этом году мы традиционно несколько лет используем три номинации. Но поскольку объявлен всероссийский конкурс «Семья года», и во всероссийском конкурсе есть те номинации, которые у нас не использовались. Это «Золотая семья» и «Молодая семья». Мы тоже дополнили свои номинации этими двумя. И с 2019 года семьи уже будут проходить по семейным номинациям. А «Золотая семья» это, соответственно, те, кто смогли прожить в радости и в любви 50 лет совместно, да? А «Молодая семья» это... До 35 лет. До 35 лет. Так, хорошо. Сколько семей заявилось для участия в этом году? Вот мы сейчас посмотрели на финалистов прошлых лет, да, и награжденных. А на данный момент сколько? 49 семей заявилось. 49 семей. 49 семей. Это со всего округа, получается? Да. Из всех муниципальных образований автономного округа. В этом году не участвуют Коголы, не единственные. Ну, просто не собрались, видимо, да? Да. Не нашлись. Оргкомитет заседал. Скажите, а по каким критериям отбираются участники? В первую очередь всех... Вот 49, это все, кто заявились, они все прошли? 49 семей, это представлены муниципальными образованиями. Их гораздо больше, когда идет муниципальный этап. А, это происходит отбор на муниципальном этапе, да, по всем номинациям, которые предложены. И затем победители по номинациям из муниципалитетов направляются, их кандидатуры, их работы, направляются в департамент социального развития, как организующий орган. И уже Оргкомитет из 49 семей отберет 15 семей. Это победители будут по пяти номинациям и одна семья года Югры. То есть так с бухты-барахт, например, я подать не смогу. Сначала вам нужно пройти муниципальный этап. А ничего, есть правило, когда будут объявлены победители и где пройдет церемония награждения. Ведь она получается кочующая, да? Кочующая. Мы приняли такое решение и проводим каждый раз торжественную церемонию награждения в том муниципалитете, победителем которого, из которого семья стала победителем семьей года Югры. Это был город Нижневартовск, это вот теперь следующий год будет Нефтьюганск. Семья Могилевых стала победителем конкурса «Древо жизни» по номинации. Они подготовили очень интересную работу, исследование древо своей семьи. А в какой номинации больше всего заявок? Достаточно много заявок в трудовой династии. Многодетная семья. У нас и многодетных семей очень много, да? Но там они тоже, они как-то подразделяются, многодетные семьи. Три и более детей. Три и более детей. И неважно, это приемные дети или... Неважно. Неважно. Хорошо. А вот по родословным, что касается, там насколько серьезные исследования проводят участники этого конкурса? Исследования бывают... И как глубоко они заглядывают в историю своей семьи. Да. Настолько бывают серьезными, что они рассказывают о поколениях 300 лет назад. Начиная с 300-400 лет назад. Они раскапывают, выращивают древо своей жизни на много веков назад. Это очень интересная работа. На одном из конкурсов, он проходил в городе Нижневартовске, была представлена уникальная работа, на мой взгляд, «Настоящее древо жизни» на большом баннере 2х3, где было огромное дерево, вот такой семьи родословной, в которой были представлены 300-летние истории. Вот древо нарисовать одно, но ведь это как-то должно быть документально подтверждено. Конечно. Это все в работах подтверждается. Выписками из архивов, документы. Это глобальная работа проделана. Да, это очень большой труд. Очень. Дилина Владимировна, скажите, победитель нашего конкурса, нашего окружного этапа, он автоматически попадает на российский этап? Или не всегда, или по желанию? Каким образом дальше все происходит? Поскольку история нашего конкурса достаточно серьезная, у нас есть возможность направлять ни одну семью в качестве кандидата на конкурс «Семья года». И также там и номинации тоже есть? Там тоже есть номинации, и поэтому мы всегда используем возможность, направляем до 4-5 семей, для того, чтобы хоть какая-то из наших семей могла претендовать на конкурс. Так все и происходило за два года. Мы направили кандидатуру из шести семей победить, то есть в соответствии с теми номинациями, которые были заявлены во всероссийском конкурсе. И каждый год, 16-17 год, одна из наших семей являлась победителем в своей номинации. Это одна была многодетная семья из Хантамансийска, и семья по номинации «Сельская семья» это была семья из Лентуру, Сыргутского района. Елена Владимировна, мы поздравляем вас и всех сотрудников Департамента социального развития и игры с наступающим праздником. Желаем, чтобы глаза также ваши светились, чтобы вы всегда приходили к нам с такими же радостными известиями, событиями, предложениями. Ну и разумеется, чтобы все семьи, а прекрасная половина человечества является, я считаю, стержнем все-таки. Я тоже так считаю. Вот, чтобы были счастливы. И жили долго, и участвовали в конкурсе, который называется «Семья года югри». Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо вам. Спасибо.